Стратегия Reels для малого бизнеса. Что делать, если вы работаете на себя и нужны клиенты? Меня зовут Артем Сенаторов. Здесь про маркетинг, про клиентов из Reels. Подписывайтесь, если вы в теме. Контента тут много. Итак, поехали. Для того, чтобы продавать, неважно где, в Instagram в том числе, вам нужно ответить на один главный вопрос. А я, собственно, кому продаю? И тут возникает множество различных мнений и споров. Мое мнение следующее. То есть я изначально беру аудиторию, а потом под нее делаю продукт. Большинство людей делает наоборот. Да что там говорить, я сам раньше делал наоборот. То есть я помогаю, у меня одно из направлений, помощь в написании книг. И, соответственно, я всегда исходил из того, что вот я эксперт в написании книг. У меня у самого огромное количество книг, продано больше миллиона экземпляров. Ну то есть я прям умею это делать. Соответственно, мне нужны люди, которые у меня будут покупать эту услугу. Вот я носился и спрашивал себя, где еще взять людей, которым нужна помощь с написанием книги. По факту, когда я поменял все на 180 градусов, денег стало сильно больше. То есть, по сути, что я сделал? Я себя спросил, с кем я хочу вообще работать? Вот кто моя аудитория? С кем я хочу работать? Я очень четко себе сказал. Я хочу работать не только там с предпринимателями, топовыми блогерами, которые могут позволить себе написание книги, которым вообще это интересно. Я хочу работать со всеми экспертами. То есть это фрилансеры, это в том числе блогеры, это инфобизнес, это предприниматели, которые стартуют, развивают в социальных сетях. Другими словами, это все, кто не в найме. Вот такая у меня аудитория. Когда я это для себя сформировал, сформулировал, я задал себе следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Каким образом я могу быть им полезен, исходя из своих компетенций? Ну то есть, например, писать книги это что такое? Это работа с текстом. Какая еще есть работа с текстом, чтобы человеку было полезно сразу, в моменте? Например, если он ведет инстаграм, то это шапка профиля. Шапка профиля это текст, текст должен быть написан ударно, от этого текста зависит вообще люди подписываются или нет. Окей, я буду помогать людям с шапками профиля. И сразу я получаю, например, возможность снять цепочку риос на тему шапки профиля. Что там должно быть, чего там быть не должно, в каком порядке это надо компоновать, чтобы люди подписывались, выполняли целевое действие. То есть, мне тут же понятно, что нужно делать, чтобы быть полезным. Улавливаете идею. Поэтому, когда вы себе отвечаете на вопрос, кто моя аудитория на самом деле, каким образом я хочу зарабатывать деньги и что я им продаю, какое мое предложение, у вас тут же не остается сомнений в том, а какая, собственно, тематика должна отражаться у вас в Reels. Когда вы это понимаете, снимайте цикл роликов. Делайте это как можно чаще, выкладывайте, имея в виду. То есть, я рекомендую выкладывать видео каждый день. Даже выкладывая видео каждый день, вам все равно нужно несколько месяцев, чтобы вот этот путь пройти, да, чтобы становление произошло. Это не делается быстро. У меня вот быстро не получается. У кого-то я вижу, да, иногда бывает, людям везет. Возможно, вы как раз вот такой счастливчик, но я не из них. И тем не менее, это работает. Просто нужно дисциплиной брать. И когда вы получаете свою аудиторию, да, то есть, люди приходят заинтересованные в том, о чем вы говорите в ваших видео, следующее, что вы должны сделать, это предложение для них. Обычно это делается в сторис. Вы предлагаете что-то. У меня есть такой продукт, у меня есть семинар, у меня есть тренинг, у меня есть вот такая-то услуга, сопровождение, консультации, что угодно. Если вам интересно, пишите в директ. Все, вы получаете уже прямые заявки. Ну и да, обязательно следите за тем, чтобы ваши видео были правильными. Правильно меня это значит без ошибок. Есть всего 8 ошибок, я про них про все рассказал в своем PDF, который называется 8 ошибок в экспертных рилз. Это бесплатно, скачивайте по ссылке в описании, и мы увидимся в следующих видео. Меня зовут Артем Сенаторов, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и до новых встреч.